На Паршубе? Да. Сквозняка или Хой? Ну, в Паршубе. Язык показывают. Мы же прямо в эфире. А ты куда идешь? Во Христе. Ну, там в этом, оно же не сразу идет. Там надо активировать там. Редпросмотр. Ну, если побачить этот... Собрались два брата. Стоят и... Полухолостые и разговаривают. Что делать? Людям в это тяжкое время. Учешение, конечно, слабое. Упование на Господа. Да? Что скажешь? По-украински. Было... А что за тяжкое время? Тяжкое время? Да. Одному... Не хорошо человеку быть одному. А, тут это тяжкое время. Ну, батяш, а там он в пешеходном переходе, там бомжи. И говорят, что им там тяжкое время. Ну, не хорошо им быть одному. Ну, я не знаю. Ну, мы же еще пока не бомжи. Тай Бог, не будем. Просто скажу, у каждого есть свое тяжкое время. Тобто, ты вот кричишь, что тебе там жинки, ну, поехали отдохновать. И как отдохновать? И для тебя тяжкое время. Для меня тяжкое время. А как Иисус Христос? Это сошел 2000 лет, никак не придешь жениться. Как ему там хорошо одному? 33 роки он был на земле, и не был женат, и не был той. И вот 2000 лет на узелок. Ну, и ты... А ты того не хочешь признати. Вот я ему все рассказываю и рассказываю. А сейчас вот про то забыл. Что Иисус Христос 33 роки живет без жинки. Он не был одружен. И все нормально. Иисус Христос. Иисус Христос. Вот такого Бога мы какого-то уверовали. Ну. Но слов нет. Я вот Су Володю рассказываю, что ему тоже нужно понять. Вот Володя, я тебе сейчас сегодня не говорю в действии. Иисус Христос для нас в этом изразов. Он взял это проклятие на себя, а мне надо быть всегда вместе. Вот и все. Пусть он сам себя, хоть еще 3000 лет ждет. А я Володю вот говорю, потому что у него просто ну, не раздвоянная личность, как то сказать. А у нас есть человек внешне и есть человек внутренне. То есть, когда мы покаялись перед Богом, от Духа Святого родилась внутренняя человек. Тогда внутренняя человек растет, а внутренняя человек отмирает. То Володя просто внутренняя человек, как говорится, он ее подготовит и она никак не может померться. Да, мой внутренний человек хочет сексу. Что вы пишете? Привет, братушки Ганна. Привет, сеструшка. Молодцы, встретились. Это просто Володя приперся с Бойерки, я не знаю иначе. В Львове. Я в Львове читаю. В Львове? Человек из Львова. А что делать? Если есть друзья, надо... Все-таки какая-то дружба, да, есть дружба. Так Дух Святой один в нас, и мы братишки. Ну я ж не приперся, где какой-то там, мало ли кого там. Все-был там круче. Но мы с ним таки разные, капец просто. Мы разные. Да, у нас тоже морды разные. Да. И мать на увазі, что мы тут... Ну, такие противостояния у нас тут в розмове, капец. Вон мне своё, я ему своё, мы там то и тут. Короче, капец. А у каждого своё противостояние. Как можно так поеднати то, что не хочет поеднатися, и мы чему-то, ну... И мы сидим дві години, мы різні, и не можем разъйтися, блядь. Ну чому? А мы поезда чекаем, просто поезд все придет и все. Не вы думаете. Твой поезд ранее пішел в цей мир давно поехать. Главное, чтобы вы свой не пропустили свой поезд. Да, мы тут еще на свои-то успеем, а вы останетесь там пешком, потом пойдете. Правильно? Какие там впервые? Мы же сколько раз встречались? Конечно встречались. Мы же учились на курсах, на сионал, когда был сионалом, а не тем, кем он сейчас есть. 2008 года мы знакомы, да? Да. У нас же кліп есть, дети сейчас совместные, когда ты платишь, придумываешься. Есть кліп совместный у нас. Не снимали видео. Надо себе где-то там сидать. В этих кліпах ты сам снялся, а надо себе снимать. Какой я был в 2008 году? Нет, я там не снимал. Ты был оператором, я был режиссером. А ты же продюсером был. Нет, директором картины. Да, да. Консором я был. На машине, на москвиче всех возил. А там москвич даже появился в кардере. Серьезно? Да, да. Капец. Слушай, сейчас был прикольный. На металлом сдал. И интересно было снимать. Знаете, когда с Богом что-то делаешь, например. И потом в конце, там семейная пара. Ну, по кліпу семейная пара. Пророческое кино. Да. И потом солнце задирал, посвечивается солнце, и им такие аури посвечивают. И мы так с Володей стоимом думали, ну вот бы хотели бы, так бы не додумались сделать. А просто Бог взял сам солнце и включил в тот момент. Да. И пророческий фильм. Там как вот это... Поругались, расстались. Того чувака того, кто играл мужика, посадили в тюрьму. А в него пятеро детей. Он верующий типа был. Посадили его в тюрьму. А Володя не делает никакой клипа. Говорит, делай быстрый клип, а то уже человеку пора выпускать из тюрьмы. А то он там торчит в тюрьме. Там уже заканцовка, чтобы он возвращается к жене. И там концовка типа возвращается к жене. Но жена его уже не приняла. Пророческий фильм. Жена его, да. Он передержал. Вот такие мы хреновые пророки. Надо вовремя сидеть. Не пророки классные, но треба робить все учасно. Своючасно треба робить. А то его женка кинула. Может другого нашла, что-то іншого. Но он в тюрьме просидел. Одним словом, мы хотим молиться за мир в Украине. Мир. Треба зрозуметь, что в Украине происходит. Я раньше думал о очищении. Такая фраза была. Но вчера была разговора с одной человеком. И до меня дошло. Есть еще понятие ведения. Мы можем вночі ехать на грозовику. В темноте полной. И проезжать по ухабам, по кочкам. А потом ровно дорога. А потом ухабы кочки, ровно дорога. А потом ухабы дороги, ровно дорога. И мы тогда, на каком-то этапе, мы догадываемся, что... Чтобы поперек ездить, поперек, а не по дороге. Да. Чтобы мы ездим поперек дороги, а не повздовж. И тогда мы догадываемся, что нужно кого-то послать вперед с свечкой, с фонариком, чтобы он не шел ту дорогу, чтобы мы ехали вздовж. А не поперек, по кругу. То есть ведение. Народ Божий гине из-за недостатка ведения. Есть такая фраза. То есть, если будет ведение, Боже, у нас в стране. Откровение. И мы будем отвечать этому ведению. Буква, она убивает, а Дух живетворит. У нас должно быть Слово Божие, как Слово, как знание. И на знание должно быть Дух Святий. Но если человек говорит Слово знания Духом Святым, то сразу и Слово знания, и Дух живет. Мы так много говорим. Ёлки-палки. Я уже застал. Ну, скажи, кузинак что-то есть. Что нас поведет? Кто же нас поведет? А тебе не надо. Ты женщина. У тебя муж есть. Он пусть тебя вводит. Вводит Дух Святой. Аминь. Вводит Дух Святой. Вдохновение от Бога. А все остальное фигня. А других вводит зависть. А других вводит голод. А третьих вводит страх. А четвертых вводит какая-то похоть. А, о. И знаете, не питание кто нас поведет. Питание в том, что я вчера не знал, что я буду сегодня в Киеве. Володя сьогодни еще не знал, что он сегодня будет в Киеве. Ну просто такая фишка сталася, что вчера я дивился одно відео. И там людина просто в Киеве каже, вот завтра там типа вулиця така. Водина в Киеве там типа молитва или еще что-то. А я тоже это видел видео, только не знал, что он видел. Я тоже это видел, и он это видел. Но я не приехал, а он зимово приперся в Киеве. А я и молитва – это любимая справа. Я купил билет, потратил тысячу гривень и приехал сюда. И тысячи пятьсот. Я в плоскарте не ехал. А назад я купил. А куда купил? Володя, у меня есть еврейская жена, мне шкода грошей. Шкода грошей. Нам всем шкода грошей. А мне шкода себе, что я так... Чахну без жены, где моя жена. Себе шкодую, плакать хочется. А тебе гроши шкода. Я тут Володя утешаю целый день про его жена. Вы знаете, настолько Володя утешался, что его жена там, где она есть, почула и перезвонила до него. Что ты мне спать не дай, что ты мне тут голову марачиваешь? Что ты... Короче, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Лучше перечисляйте мне гроши. Гроши перечисляйте. Лучше деньгами. Лучше деньгами. Лайки себе оставьте. Я и так могу полайкать. Лай-лай-лай-лай. Лай-лай-лай-лай. Короче, ну это любовь. Ну реально братьевская любовь. Лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай. Знаете, любая встреча, которая только может происходить в жизни, куда не идете, куда не идете, кричите в небо Богу, что Господь, дай мне еще хотя бы одну людину, которая в Твое имя. Желательно женского пола. Нет, нет, нет. В имя Иисуса Христа, чтобы была людина. Тобто, если двое или трое, в имя Иисуса Христа, там Христос посеред нас. И тогда обладенная речь получается. Обладенная речь. Тогда мы счастливы. Давайте менять общество, давайте проразглашать Санкт-Небесное и будем на языках. Ты куда-то старую пустынку поставил. Давай, вот, привет всем. Бокажи, вот это Твориусанова. Искандеров, да, интересный человек. Александр Искандеров. Ты же с Херсона что ли, да, Искандеров? Вот это Твориусанова. Александр Искандеров, ты с Херсона, да? Что там в Херсоне делает? Привет. Мы тут в Киеве. Вот вокзал, смотри. Видно там, должно быть, видно, да? Да, мое быть и видно. Ты же вокзал. Мы здесь на вокзале, в пузатой хате. Наелись. Наелись пуза? Днепр. А, из Днепра. Привет, привет, Натаха Шерпила. Да, мы вот с Киева. Помните этого, в очках и вот этого кучерявого хлопчика? А, Дився Клову нам вот это выходил. Ага. Той, что не забыл. Режим? Режим был. Було. И еще будет? Еще будет, да. Да, чекайте, какие новые видео. Новые видео делать, так что, деться. У него там проект такой. А, мультик дивился в той проекте? Так скинем, ты же не докинув. Так есть, я в группе писал тей, во Христе. Я не знал, что мне там дойшло. Ну еще раз скинь. Там проекционно, там пісня классная. Мы пісню записали с дочкой. Пісню записали с дочкой, мультики робить, день не надо. Так что давай. Да, день много треба, капец. Там дочка колись робила на фирме мультиків, то там 20 чи 40 человек за хорошими комп'ютерами. Ну, чтобы сделать нормальную серию фирмы, нужно много работы. Короче, дочка уже працювала 1,5 года, то то видео, сколько там кадров есть, то то только сейчас сделаем. И то, что там без задника, без неба. Ну, короче, я мог небо робить, а у меня компьютер слабенький. Там треба комп'ютер за 3 тысячи долларов. Ну, то башу, пісня опять, 20 грошей и все. Не объясняй. Да, не хватает. Как дочка? Дочка, как? Слава Богу, да. Ну, працуем. Славим Бога своими працами. Працюем, жизнь уйдет. Як украинская песня. Життя уйдет красу, несет в тей красу. Ироди все. Все будет хорошо. Тарарарарарарарара. Я не знаю, что сказать больше. Ну, когда-то мы все перестанем перед Богом. И Бог сотрет всякую слезу сочей наших. Не йди на старую пластинку, йди дальше. Вот то закрой, вот то, как ты был такой, вот и беду, и ты любил, больше так не веди. Вот так, как мы сейчас, вот ты, как начали сейчас, иди звезды, иди дальше, назад не вертайся. Я не вижу, я. А как я раньше был? А я не знаю? Нет, то был вчерашний день просто, иди в день новый. Я понимаю. Не забудьте сегодня завтрашним, я бы день завтрашнего. Не забудьте завтрашнего. Не, не, да. Хочется иметь... Я забоченный человек. Старый, старый, а забоченный человек. Хочется женские лапки, лапки, ласки. Это творится новое. А новое воно без... А, кстати, новое, знаете, так, до речи, о, супер. Дивите, Бог и творец. Бог и творец. А сатана, ксирокс, он копировщик. Тобто получается так, что, если Бог творит все новое, люди, которые без Бога, они не могут новое творить. Они могут взять, хорошо забитые старые и подать их новое, но это не будет новое. Дивите, сколько у Бога, например. Дивися на рыбку такую, вот вона с хвостом такая. Дивися на такую тваринку, вона такая. Дивися на такую квитку, вона такая. Дивися на другую, вроде бы, еще и еще и еще. Да, и сколько Бог все придумает, генерует и дивует все просто. Тогда получается, что мы с Богом в Дусе Святом следуем за Богом, мы такие сами творцы. То есть мы должны творить все новое. Все новое, давай что-то новое. Новая жену, ну нельзя новую жену, только одну. Вот тут не стыковка получается. Почему? Так ты с женкой должны творить все новое, все нормально. Витя, мы про тебя говорили, мы Володю отправляем до тебя туда, в той, а он электрик, Витя. Работу мне найдешь, если я прийду в Германию, я потом прийду, ты на работу. Ты сварщик, а он электронщик. Уъеду я, хочу уехать, уъеду я, как это песня, а я, как это, уъеду я. Чекай, песню забудем, мы зараз деловая пропозиция, Витя. Короче, он электрик, он радиотехник, слегка, ну сигнализацию ставит, все. Сигнализацию, да, может кабеля, тягу, ты все-таки иначе. Значит, ему треба там на корабле и писты, и вот. Короче, работу надо, чтобы по дням было, чтобы до себя снимал жилье, женой жил. Дай ему порабелом, я дам вам порабелом. Понимаешь, чтобы она сплетел? Скажи, я дам вам порабелом. Смотрите, пристроюй меня на работу. Пристроюй меня на работу. Не заботься ни о чем. Мы только что начали, не заботься ни о чем. Да, так мы не забываемся. Да, а ты теперь, Витя, заботься. Теперь ты, заботься. Что там пишет, тема там про жинку Локси? Витя, да, что Витя не мав же, что Витя? Ну, мы все-таки про тебя начали. Витя, ты где? Витя, Витя, Витя. Не забудьте ни о чем. Да, про Воксу жінка, Воксу жінка. Молитесь за меня, за мою жінку. Я вот слабый. Вы знаете, в чём проблема? Просто выявляется, я говорю, Воксик, чтобы ты сел где-то тут, киеве на поезд и доехал до Мостиска, Мостиска-2. А жінка из Німеччины приехала в Мостиска-2. Так, Володя не может за кордон выехать, потому что он призывного века. А жінка, выявляется, что его жінка тоже не может через кордон выехать. У нас просто козли. Они не думают о людях, о потребностях мужиков и женских потребностях. Нам надо встречаться, нам надо вниматься, нам надо целоматься. Военник називался секс-рейс, понимаете? Секс-рейс. Да. Володе треба срочно секс-рейс. Я говорю, это секс-рейс. Я же думал, что ему там пораду, он приедет в Мостиска. И гінка в Мостиска. В них там, ну, знімли собі готель в селе. Там есть готель в Мостиска? Я маю надею, что все-таки будет чудо. И я выеду здесь, из всей страны. Не получилось у меня заработать, чтобы не было коррупции, не было обману. Видите, Володя настроился в Франции. Я ему сказал, Бискальский пролив, с того боку Испания, где там той. О, спасибо за молитвы. Пошел на поправку. Ну, слава Богу. И мне тоже надо на поправку. При встрече с женой. А кто на поправку? Что там? Кто под нами был? Александр Искандеров. Мне что-то там болело. Искандеров. Есть проблемы? Давай молимся. Это нормально. Да, хорошо. Молитесь. Да, молитесь, чтобы мне с сыном уехать. Знаешь, есть понятия в молитве, Саш, когда ты, ну, бывает, что нашла коса на камень, это такое понятие. А был старый год такой, что мужик спорит со своим командиром, типа, каже, вот я сейчас, ты его отпуск не хотел пускать, и пацан каже, типа, вот я сейчас головой кастель железнодорожный в башню вобью. Я, типа, раз, типа, бил, половину, там, четвертина залезла, половина залезла, три четверти залезла, потом не лезла. И не открывай люк, что там таки, а там, другого боку, там, коллега спит, и по голову прислынив. То есть, ну, до чего веду, что любое стиление мы можем, ну, сприймать, сприймать, может нам Бог давать, но просто бывает так, что мы сами это стиление не даем, ну, реализоваться. Ну, просто попросить, и все, и дано будет. Просить, если тебе не получается, просить, и дано будет. Не надо выдумывать, не надо ходить тяжкими, тяжкими стежками, попросить. Нет, я скажу, чему. Тому что я мужику в одном проповедовал, говорю, ну, вот так, и так, и так, а он не зрячий. Я все равно не мог понимать, в чьому справа. И тут зараз недавно дошла одна речь. Есть любовь Божия, то есть такая, что делай кому-то то, что ты хотел, чтобы делать тебе. Понимаешь? А если я хочу секс, я могу кому-то секс взять, и мне так отомститься? А я сейчас не про секс. А я про что? Ну, тебе просто, ты про своя наболівща, я про своя наболівща. А что таки надо другому робить, что ты хочешь собі? А что мне надо? Так вот, ты треба думать, что ты хочешь. А все хотят сексу? Да. Да. Все хотят сексу? Все хотят, пока тут живут, все хотят. Глодя, я тебе так скажу. Мене, ну, ладно, тут... Все, не будем, не будем, не будем, не будем звучать человека. Все, молчи, молчи, не поможешь людей. Боже мой. Трапа-драпа-драпа-драпа. То может, первые четыре роки такая проблема, а потом же поступим. Вторые четыре роки. Двадцать лет. Что он милый все-таки? Что он милый? Капец. Ты серьезный людина, а я слабый, я слабый. Мне треба постоянно быть вместе, постоянно сыто пьяно, постоянно пьем чинзана, постоянно котлетки, картошечка, постоянно поцелуйчики, обнимашечки, постоянно, постоянно. Да, не забудьте подписаться на его канал. Да, подписывайтесь на мой канал на Фейсбуке, на Ютубе, ставьте лайки, присылайте деньги. Да, вот тут гроши. А ты ревни, так? А ты ничего не пишешь. Да, как можно. А я как за гроши на человека, я же все поразбегались, два человека. Два человека. Поразбегались. Поразбегались. Ты рано просто за гроши сказал. Нормальный рыбак ждет, блин, пока ты вот, чтобы подсекти, понимаешь? А ты сразу расплагал всю рыбу своими пожертвами. Водя, то неправильно. Неправильно. Нет. Лучше вообще не проси. Нет. Потому что ты должен быть все то. То есть, ты на рыбалку пришел, хочешь рыбу зловить. Ты можешь быть мутрым рыбалком, понимаешь? Да. То есть, Иисус Христос тогда, он пришел к апостолям, к хлопцам, они там сетки растягивали. Нет. Мы просто про секс начали говорить. Все побегли по своих женках. Все. Все проразбегались по своих кроматях. И они уже заняты нормальным делом. Не забирайте. А мы, а мы, а мы, а мы, а мы, они наш стихрош. Все вспомнили про своих женок, человек. И пошли, пошли утешатся. С женами, юностями, своими мужчинами. И все у них, все у вас хорошо. Я вас рад. Ну, а я все про рыбалку. А почему люди ходят на рыбалку? Потому что у них нет хорошего секса, наверное. Они по утрам встают и идут на рыбалку. Вместо того, что утром проснулся, остановил свою красивую жену, поцеловал его щечку, поспал еще, обнял ее. А они бежут на рыбалку. Что в той рыбалке делать, когда дома такая рыба? Чистить ее и жарить. А Володя мне напомнил анекдот. Два товарища домовляются про рыбалку, а другий говорит, что завтра погода будет не такая, а все просто. Я беру, откидываю ковдру, смотрю на свою жену и собираюсь и иду на рыбалку. И тут его коллега говорит, да, хорошо, попробую. Коллега встает в ранку, не хочет идти, откидываю ковдру, смотрю на свою жену и говорит, ну его до рыбалки. Ну да, смотри, кому какую жену, кто какую жену поймал. Не, то все зависит, люди по шляхски и все. Два мужика собрались. Не, не, в какой форме женка себе тримает, тоже важливо. Так что тримайте в себе в гарней форме. Это очень тяжко. Мы любим жертвы, а есть еще чисто послеродовое. А ты нас в какой форме, тебе покажи сначала. А я тебе расскажу. То я красавец. Не буду спорить. Просто было недавно в троллейбус. Я заходил, а я ремонтую троллейбусы и у меня одна жиночка водитель, мы с нею были посварились. И я тут приезжаю на зупинку, ну одну сидит, чекаю троллейбус, думаю, ну приедешь, чтобы меня в кабину пустили. Не там, где пассажиры, а в кабину. Думаю, ну приедешь сейчас в троллейбусы с знакомым водителем, и я себе поеду. И тут приезжаю в троллейбус, и там как раз водитель и знакомый, а вот та жинка, с которой мы сварились. И она на меня так глянула, и так... Водитель и жинка? Да. У нас так есть. Вона на меня глянула, подивилася, что то я, но в ней милосердие есть. Вона нажала кнопку и открыла двери. И хоть ты мне не сказала, но в весь выгляд я говорил, хоть ты мне неприемный, но я тебя не могу лишить на дороге, потому что любовь к человеку выше за ту нелюбовь до меня. Кто бы меня пожалел? Ну нельзя, это грех. Грех. Когда другая женщина меня решит утешить, это будет грех. И так приходится, блин, вот я вот от неразрешенные вопросы все. Почему-то могут дать тарелку борща, могут тебя по голове погладить, может тебе хорошее слово сказать, может даже приютить, в будку пустить. А остальное нельзя. Вот. Блин, я такой пошля капец. Фу, как она себя посмотрела. Фу, это Бог такой вот, и столько лет. А я вообще верующий этот Бог, или не верующий? Вот. И едем мы дальше с твоей женщиной. Мы начинаем разговаривать, разговариваем. Вона там свою боль, там типа, який образ. А тут вона пояснювала, тут мы ее не зрозумели. По пиву выпьем. А там я такий, вон… Можешь пива? Не буду. Не, я пива не пью. Я тоже не пью, а что делать? Еще надо час. У меня Coca-Cola. Какой час? Сколько еще надо? У меня не до поезда, чтобы лишился ерунда часу. Сколько? Ну еще час. Час. Все, я пойду зафильмать и разговаривать. Короче, Володя, что запил. Что-то мне лишил одного в эфире? Так. Блин. Слушайте, вам придется меня теперь слушать. Не, я просто хотел до чего сказать, что жертвы, жертвы, но так получилось, что мы едем на трамвае и тролейбусе. И Бог дал примирение на тот день. И потом она там, ну так, в таком плане так, а что я себя так делаю? Я говорю, слушай, ну, ты просто, как женщина, начала много говорить. Я говорю, а будь-який, например, человек из Кавказа, ты бы сказал, типа, ну, эти женщины, ты как с мужчиной разговариваешь? Она на меня так глянула, ты мужчина, типа, таким поляном. Я говорю, я все бачу в твоем погляд, все нормально, все бачу. Но тем не менее. Хай любовь Божия будет звана. Это самое главное. И, ну, и понимайте, что все, что сейчас происходит в Украине, это, ну, на сегодняшний день, я уже могу сказать, после вчерашнего дня, ведение. Народ Божий гине из недостатка ведения. Тобто, у нас ведение и очищение. Тобто, есть два слова, из-за чего эта вся война пришла сейчас. Ведение и очищение. Как бы ни было боляче, мы должны все эти мухи породильные пройти, потому что Бога есть планы дальше. Ведение и очищение. Помните, что, например, Гедеон, он сначала ишел, мав там то, и потом ишло очищение того войска. Тобто, сказал Бог, забагато, забагато, забагато. Ну, что вы скажете, что вы сами это сделали. Было выцеление, выцеление, выцеление. Потом, наверное, воду пили там, что одни пили таким способом, другие таким способом. Я вам так скажу, я пережил первые шоки с начала войны. И тот шок, что кто-то помер, а я оставался живым, я его уже пережил. Мне его уже немного легче. Но это было очень больно. Ну, когда видишь, люди помирают, а ты лишаешься живым. И просто можешь знать, для чего ты живешь. Что ты можешь делать дальше. Можешь знать. И заради тех, кто помер, надо делать дальше. Не заради тех, нет. Не знаю, кто. Хотел сказать просто попарно. Просто... Хочешь бы, наверное, задуматься, чему? Чему ты лишишься живым? Тобто я, наверное, видел вот в видео, там было, например, стоять два хлопца в траншеи. Ну, то видео было тое. И один ховается, так пригнулся, а другой стоять практически по поясу на видноте. И снайпер выбрал того, кто ховается, он его застрял. А тот, кто стоял просто открытый, ну, вот чему-то снайпер выбрал там того другого. Просто будьте мудрі в всему. Ведение — это тогда, когда Дух Святий говорит, что ты делаешь без всякого страха, без ничего. Ты просто делаешь. Те, как апостол тогда приходит, там хлопак и говорит, вот так будет связан, та людина будет связана, чей пояс есть. И тут все сразу ученые, там, до апостола, там, не иди, я тебе... Ну, вот есть пророст, тебя связывают, все там то. А апостол говорит, не понимаете, то пророст не для того, чтобы я боялся, а для того, чтобы я был без иллюзий. Что я туда маю идти, и чтобы идти со мной, и чтобы Бога потом, до Бога не кричать, Боже, на что ты тут допустил, для чего-то там то, и там паника, как ты мог, там, например. А я тут трошки, поки тебе не мать, зійшов на свое старое. Вот Володя пиво принес, сейчас Володя вам разбавит пивом все. Не надоело? Не, не надоело, я просто, я тут же на серьезные речи иду сразу. Что там такое вот это вот, что вы там пишете? Да вы двое красавцев без питань. Все, питань немае. Пиво, пиво львівське. На миске? Да, тут львівське пиво придает. А что делать? Не канонические христиане. То есть від мене відпишутся, відвернеться, скажуть. Фу. А че? Я пиво не пью. А лишь бы, наши люди, люди часто шукают способ, новая тема. Люди часто шукают способ, лишь бы съехать. Лишь бы не дать, лишь бы не участвовать. И вот ищут часто как бы отказать. И вот хороший повод получить отказ. Ага. Кто не будет пить, кто не будет пить тіло мою, не будет пить крови мою, так? Така сама відмазка была. Иисус Ход стоя и каже, кто не будет пить мою тіло, кто не будет пить мою кровь, то царство Боже не вйде. И что? И толпа народу звалила сразу. Отмазка, да? Ну да. Ну так чему это? Это пиво уже не идет? Я к чему? Про Иисуса Христа, памятаешь, тоди говорили? Был среди вас той, кто не ел, не пив. Вы сказали, в нем баса помил. А потом был, кто пив и не ел. А, да, и вино, да, и блудниками. И в нем бас. Не, во мне баса нету, во мне сейчас пиво. Вам не то подобно. Колбаска, картошка печеная. Да. И что мы тут ели? По селянски. Картошка по селянски, колбаска. Ну и пиво на завершение. И пиво. А что мы еще ели перед этим? Не помню. А там? Не помнишь? Где там? А там? Там ты пиво пиво. Там ты пиво пиво. Там ты пиво пиво. Там ты пиво пиво. Так что? Короче, делайте, что вы хотите. Я знаю, что дружба остается дружбой. И если взять все отношения, то ты пройдешь свой путь до конца. А если ты хочешь свалить, если ты хочешь, да, ты найдешь повод, ты найдешь камень для спотыкания, ты сбежишь с корабля, ты бросишь своего мужа, разведешься со своей женой, найдешь оправдание, всем своим делам, Библию перевернешь вверх тормашками. Но ты сделаешь все, что ты хочешь. Лишь бы не иметь отношений. Да. Бог призывает нас к отношениям. Это откровение пьяного Воксы. Пьяного от пива Воксы. Уже пьяного? Уже успел? А я же не пью, мне мало надо. Да. Да. Поэтому, да, вот. Бог призывает нас к отношениям, а не просто к правилам. Он нас призывает к близости и взаимоотношениям. Взаимо. Не только ты, все, дай, 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 дай. А Он тоже просит, дай мне свое сердце, дай мне свое тело, дай мне всего себя. А Он говорит, нет, только по воскресенью на два часа. Возможно, я послушаю и пропаги. Больше тебя, вот, чуть от меня не дождешься. Вот ты такой грецианский, а когда мне говорят, вот иди послужи моим овцам. Ты про что говоришь, Володя? Я говорю, великие тайны, тайны Божьи. Эй, 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 это какие-то не тайны. А что это такое? Не знаю. Что я не так сказал? Объясни. Нет, то, что протопило не подействовало. А что, пока не подействовало? Да, я так бачу, что еще не подействовало. Ну надо еще добавить. Ты кинешь там там религиозным и начинаешь говорить. Что это за ерунда? Умовно нужно. Ты на кого работаешь? На кого работаешь? На какую аудиторию працюешь? Это буква убивает. Я как киллер. Я знаешь, мы как люди, мы можем жить по духу. Мы можем действовать по духе. Мы можем исцелять и также можем убивать. И тут уже, видишь, один человек остался. Не выдержали нашего, моей речи. А кто зашелся? Напишите, кто зашелся. Это Натаха. Натаха из Миргорода, да. Она из Миргорода. Наташа. Там интересная женщина. Еруйча. Наташа Шарпила. Вокса, ты что дули крутишь? Что с розыму стал? В смысле? Какие дули вы крутите? Да, одну показал. Да, поговори. А еще чего ты показал? Да. То, что мы Богу ничего не даем. А, то я тебе тому и сказал, что ты пошел штампом говорить. Я пошел штампом говорить. Вот она тебе тоже пишет. Что ты тут включил какого-то религиозного человека и начал крутить дули. Простите меня, пожалуйста. Не буду я крутить дули. Давай свой розум на служение. Дай розум свой Бога на служение. Не-не, ты говори. Да что тут у нас уже один человек. Ну и что? Наташа, спасибо тебе. Я ближе не буду. Ну, в течении полчаса. Дальше я не знаю. Мы будем меняться все. Мы будем меняться, но потом. Все, уже меняем. Ты что, уже меняешь? Раз, раз. Что это там? Раз, раз. Что он там показывает? Где? Руками раз, раз. Поломал пополам. Ты ж перец, перец силь. А, то он так крашит? Ну. Добре. Дякую тебе, Наташка. А что? Мы, одним словом, идем дальше. Вчорашнего мы уже не будем. Да. Не памятайте нас вчорашним. Не поминайте злим таким словом. То было вчора, что было вчора, воно пройшло. Бог творит все новое. Вокс, який був вчора, уже не той, що був сьогодні, а завтра, его можете не впізнати зовсім. А, кстати, молитва, отче наш. И там молитва, отче наш там есть. Хай буди отче наш, ты, че на небесах. Нехай святится имя Твоя, нехай прийде Царство Твоя і на землю, як на небе. Нехай буде воля Твоя і на землі, як на небе. Як тебе на небе, да. Тобто, на землі, так самое, як на небе. Тобто, ми беремо небо, пригинаємо на землю, чтобы его воля была, щоб його воля была так. Тобто, ми з'єднуємо. Знаете, чтобы транзистор открылся, нужно на базу дать какую-то напругу, тогда пробивает пентер и хит. То есть, мы молитвой говорим, «Хай будет воля твоя и на земле, и на небе». И в тот момент, так как блискавка на небе, там хмар, там збираются, потом даётся чуть-чуть, ну, так, чтобы пробило блискавку, тогда блискавка пробивает. Для того, чтобы была воля Божья на земле, как на небе, треба, чтобы из уст человека прозвучала фраза «Хай будет воля твоя и на земле, как на небе». И в тот момент, воля небесно пробивает на землю. Да. Моя вот такая... Дивлюсь и на Киев, это Поведенный вокзал. Киев вимер, людей очень мало. Это очень печально. Очень сумма. Но твоя воля, Боже, хай будет на земле, и на земле, как на небе. А на небе будет столько людей, или так будет пусти небо? Ихай его... Сколько людей залишится? Какие проблемы? Люди тикают, тикают, когда-то тикают от проблем. Это тоже очень плохо. Если мы эмигрируем, вместо того, чтобы противостоять дьяволу, мы тикаем. А как бы так, кто бы стал и противостав, чтобы мы могли бы мать перемогу? Перемогу. Да мы маем перемогу. Володь, давай так, спочатку. В нас перемога уже есть в Иисусе Христе. Иисус Христос перемогу сатану, все, мы живем уже в вечности. То есть, когда я признав Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, Дух Святий ввошел в Мой Дух, и Он меня воскресил. С того момента я уже живу в вечности. Все, аминь. Теперь получается, что у меня еще есть душа, и у меня есть тело. Когда я куплю новенький компьютер, я его собираю, у меня нет ничего. Я тогда ставлю туда Windows, тогда компьютер начинает забиваться программами, всякими музыками, всякими відео, играми, что я записываю, что стираю. Но компьютер начинает принимать свой характер, душу. И потом, например, приходит час, и в компьютере тело ломается. Компьютер поломался, и все. Где делается душа? Если у нас облаковый запис, подключенный к Google Cloud, к хмарному средствам, то все, что у нас на рабочем столе, онфронизируется с Google, то есть на их диски перекачиваются. Дух, он как бы, ну, в компьютер, он зайшел из розетки. Так, как бы так. Теперь получается, что компьютер залезу поломался, душа, вона записана в Google Cloud, а электрика есть в том. И теперь приходит, ты купляешь новый компьютер, то есть приходит господар Бог, даёт тебе новое тело, и ты включаешь компьютер в розетку, а Бог тебе даёт дух, и твоя душа, у плюковой записи прописываешь пароль в Google, и душа, ну, скачивается просто на запуске компьютера, она уже, она снова восстановит свою толь. Потому что, помните, написано в Старом Завете, что взял Бог прав земли, вдохнул дух життя и стал душой живой. То есть, душа покидна. Вот такая вот речь. А за Киев, ну, Киев. Киев, оновлюется просто. А пусти, Хрещатик ты был. Оновлюется. Ты бачил, как черношкорные, ну, как сказать, ну, не афроамериканцы, а те люди, которые были темношкорными, они в поезд в Львове сядали, и он с ножом, таким тесаком, он отбивался от всех украинцев, чтобы пропустить всех своих темношкорных людей. А много тесакий ты сядал? Это было в видео в интернете. А сейчас, вот ты таки бачил? Тоди, вот так была та паніка велика. То есть, люди с тесаком не пускали людей вагон, понимаете? А это как уезжали из Киева, да? Из Львова, по-моему. А куда они ехали? Из Львова? Туда, на Польшу, на Крудон. А что, был бесплатный Польшу? Ну, было что не дано, они же все было бесплатно. Теперь-то земля очищивалась, земля очищивалась, то есть, ну, много случаев людей, а Богу нужно тут какие-то свои... У него свои планы на эту землю просто, ему ее нужно очистить. Бачи, женщина ходит, а я за что на ней дивлюсь. Ну, не выходить. В твоей очереди эфир, пожалуйста. Пауза. А какие вы хорошие. Перезагрузка. Вы самые правильные, вы самые хорошие. Ну, что могу сказать, не в хорошей человеке одни-будь. Не в хорошей человеке, не в хорошей. Поэтому я не буду... И то все, что мы говорим, просто душа болит, как-то скажет. Душа болит, пророчичьи, бачишься иншунацию. Что это будут за люди? Давай, пророчествуй. Что это будут за новые люди? Что для тебя? Попробитание. А то не інша нация. Все то же самое будет. Просто, ну, как вам сказать? Очистилось? Не, вы просто понимаете, что... Вы же маете пример. Израиль. Он дошел до Иерудана за 40 дней. Послав туда разведников, разведники пришли, навели панику, и Израиль на себя пролег прокляття. Нам лучше было померти, и все таки иначе. Бог сказал, доброе, я вам так и делаю. И развернул Израиль, и Израиль за 40 лет померли все, кто мечет. Блин, надо контролировать свой язык. Так, надо просто пометать. Кто тут будет? Нет. Не будет? Почему? Нет. А кто тут будет? Где? В Киеве, Украине. Люди же повезли, потекали. Речь в том, что есть понятие переписать реальность. Особенно на начале есть всегда таке, что Бог Пророка говорит, давай пророчество и то, и то. И ты знаешь, что Бог перемех мир. Ты знаете, что это. И ты есть Цер propio Неисвященное и ты, как Цер кто начинаешь делать соответствую пророству. Ты начинаешь писать реальность. Ты говоришь, что будет так и так. А диявол приходит, говорит, что будет так и так. И ты игноруешь просто речи, ты настроенный на И ты говоришь Божьи речи. И Божьи речи, они отбываются, Божьи речи, они стают. Просто так, как в Израиле тогда поколение отреклося от того, и оно все вмерло, пришло друге поколение, которое не отреклося, пошло и взяло свою землю. Так же и тут поколение сейчас, если не отречется от Божьего слова, оно возьмет эту землю и будет жить в ней, и будет руководить. То есть Бога вам нужна. Понимаете, как вам сказать, взять Россию, например, если христиане, то есть царство и не священство, то получается ты царевич в своем народе, то есть царство и не священство от Бога, то есть Бога, ты мой дух святой и ты той. И тут, например, царство и не священство. Получается, что те христиане, которые там, они начинают рассказывать, что вот они царство и не священство, и нужно идти. Ну, они идут, как тот год медунцы, как фашисты, когда шли, что там знали Бог. Я говорю, что у вас, ну, самая главная такая, не то, что заповедь, но такая речь, что делай ближнему своему то, что ты бы хотел, чтобы оно делало тебе. Тогда вопрос к русским друзьям просто. Вы хотите, чтобы вам так делали, как вы делаете сейчас в Украине, чтобы вас убили, чтобы вас там галтовали, чтобы там той. Сейчас много россиян встанет и скажет, что это все фейки, то все то. Я знаю, что с вами спорить не буду. Ну, но ваши военные силы зайшли на чужую страну, зо зброей и стреляют тут. Ваши военные силы зайшли на чужую страну. То есть получается, что вы ближнему хотите, чтобы с вами было так, как вы бы хотели. Ну, это, ну, делай так. А мне пришла ответ на эти вопросы. Все люди, которые вернутся, когда вернутся до себя домой, все эти убивцы, галтивники, они будут галтовать своих женщин, детей. Это проклятие, они на себя взяли. Они не смогут стриматься. Они будут соседей галтовать, они будут убивать просто так в себе там, где они живут. Воно вкоренилося. Это проклятие. Они просто берут на себя проклятие, которые не понимают. Они тут, как бы, кажут, что это война, но когда прийдут до себя домой, у них будет в два раза гірше. А может, в семь раз гірше будет. Это большое горе. Они не знают, за что они вляпались. Вы знаете, у меня колись был период, я працював, ну, таки потом был до Пресниковой, там, где целый год я не мог працювати ничего. Почему? Потому что я всегда относился до того, например, я делаю работу, и мне надо за это заплатить. Я никогда не требовал своих денег. Никогда. И мне доходило до того, что мы там за один раз могли не заплатить 1200 или 1300 долларов. Ну, нам на бригаду. Я даже не пикнул, даже не то развернулся и пішов. Те гроши я лишил. Там потом выиграл приз на ту саму суму. Бог компенсирует, и все речи без проблем. Но что с этим рельгой? А ему три раза его обрекрали, то есть, вынесли с хаты ему всю сантехнику, все батареи познимали из стен. Ну, короче, Бог все выравнив. То есть, суды идут, и нет, что самому решить суды. Понимаете? Что, не нужно воювать? Воювать? Тут цикава речь на рахунок воювати. Знову ж таки, ну, вот, например, как бы сказать, много было посеяно молитв за Украину, скажем, и когда вот сейчас началась война, люди працуют, ну, мать это на вазе, а, я когда-то, я думаю, что в каждом есть свои откровения, и в каждом своем месте знает, что ему делать. Дай Бог, чтобы каждый знал, что ему делать. На этом, я думаю, мы будем закинчивать. Кожен должен знать, что ему делать. Да, если он военный, так, если у него профессия такая военная. Ну, да, написано, когда военные приходят, они говорят, что нам делать. Он сказал, что им делать. Пришли суды, он сказал, что им делать. Пришли будильники, он им сказал, что им делать. Кожен должен заниматься своими справами. Проклятий на них рід прийде. Так верно, это их ждет. 100%. Да, я понимаю, это даже 200%. Честно, я вам одну речь расскажу про то. У меня колись было такое, ну, своего рода, ведение, мне нужно было перемогти, там, ну, демона одного. И вот, Бог, как бы, тогда давал, то, с ведениями. Тобто, я закрываю очи, ну, там, типа, попадаю, чи ведение, чи на это сон был, не помню, что сидит, ну, типа, там, демон на певной, ну, на певной ситуации, и я ему, там, типа, ну, таки, как молодой, верующий протестант, ему демон, во имя Иисуса Христа, пішов вон, звездо там, а он, дивится, вроде бы, на меня, но я вижу, что он не на меня дивится, а через меня, он даже не видит. Я ему тут наказую, там, так, ими Иисуса Христа, а он же не игнор полный, полностью. Я тогда такой, ах, так, все, иду я в спортзал, зараз накачаюсь, я иду в спортзал, читаю Библию, таку, я знову попадаю в твоведение, и такой, уже с такой силой, знаете, как ты уже таки, а он все равно, нет, я так развертаюся, во имя Иисуса Христа, и я на него дивлюся, там, там, где он был, а его нема, думаю, я не понял, я повертаюся, где ты, а он сбоку стоит, два чемодана, там, бери чемоданы за ручки, поднял голову, на меня подивился, чемоданы поднял, и пішов, и я думаю, ах, ты сволочи, даже не дам мне того кайпа, что я тебя вигнал, просто он знал, что я прийшел уже накачанный, что я прийшел, мав уже владу, знаете, есть понятие, мы говорим имя Иисуса Христа, а демон смотрит на Иисуса Христа, ты подтвердишь его слова, или нет? Иисус молчает, он тогда, ну раз не подтвердишь, я оставлюсь, но когда я пошел, покорился Богом, и протестал дьяволу, дьявол втек, то есть с украинцами, точно так же, то есть, покориться Богом, протестант и дьяволу, и втекнет от вас. Ну хочется мирно в жизни, хочется все-таки мирной жизни, любить, быть любимым, воевать, конечно, ну есть этапы войны, но хочется мирно жить, любви, любви хочется, понимаешь? А когда ты любишь, как ты можешь стрелять, когда ты любишь, трудно кого-то убивать, когда ты любишь, как ты можешь ее судить? Это какая-то такая безпомощность, у любви есть такая безпомощность, реально безпомощность, ты безпомощность, ты любишь. Володя, главное, просто ты сейчас, что ты сейчас начал говорить, главное не позволить в другую крайность, знаете, идут, идут, сидят в окопе два гея, гея, и тут едет танк, и один до друга говорит, давай стреляй в твой танк, а в твой говорит, я не могу стрелять, вдруг там бальчики, и тут каже, танк подъезжает ближе, открывается люк, и каже, мальчики, уйдите, мне сейчас приехать надо. Да, там тоже геи, да. Я маю на увазі, слушайте, если вы молитесь за что-то сегодня, не будьте подобными на этих мальчиков, будьте, ну, крестьянами все-таки. Мальчики, подвиньтесь. Короче, если все вокруг геи, придет мир, никто никого не будет рогать. Да. Будьте мудрые, Бог в всем. Самое главное, не забывайте, что судья – Бог. Я просто сказал, если судья выносит переговор, то не важно, кто палач. Но человек на себя не может брать функции судья, не может права. А палача? Ну, там же, как кому бог дает. Знаешь, там есть кому, ну, бежащих убивать, ты, как видите, сейчас, в войне, есть толпа людей, бежащих убивать. Просто, чему-то убивать, вот, кто первый раз убил, он же дальше, ему, как-то, дивно, то все. А потом, как вот, вот, я сказал, приеду туда, и будут там, они тут вкусили тукру, там дивишься, как они начинают, там, типа, пальцы отрезают, там, в ухо, там, то есть. Они без чего не смогут жить, у них уже будет просто беда. Помолитесь за меня, мне не очень хорошо. Спасибо вам, брати, за молитву. Давай на языках. Наташка, 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 вспомни себе маленькой девчонкой. Тебе надо вот это вот, бантики, бантики, радость, радость детская, вот это вот, девичья, какая-то надо, вот это вот, радость. Я тебе просто, чтобы ты обновилась в этой любви, в эту, в эту юношескую любовь во имя Иисуса Христа. Ты не бабушка, ты не, не тетка, ты красавица, ты в Бога красавица, и ты женщина такая. Кстати, кстати, все, кто там за Советским Союзом, там, страдали, в комментариях, в комментариях было, что там, скажи, вы же хотите Советский Союз не потому, что он такой хороший был, просто вы тогда молоды были. Молодые, да, ты, Наташка, молодая, мы тебя благословляем, благословляем, чтобы ты была молодая, крепкая, здоровая, счастливая, мудрая, мудрая, любвеобильная, любвеобильная, любве, знаешь, тебе истекало, как бы, молоко из сосов твоих, чтобы тебя, мир отекло по тебе, чтобы роса на тебе поутру была, чтобы ты была свежа, молода, и счастлива. Вот я тебя благословляю таким вот словом, блаженная, уверовавшая, ибо сбудется сказанное ей от Господа, таким блаженство Марии на тебе во имя, ибо сбудется все сказанное тебе от Господа, а ты, а ты дочь Божья, дочь Божья, я тебе говорю, дочь Божья, не заботься, не суетись, вот, вводи в это, в радость Господина своего, и будь вот этой вот такой красавице, знаешь, вот такая красавица, знающая себе, что она избрана Богом, не просто каким-то мужиком, а Богом, Бог тебя избрал, успокойся в нем, понимаешь, зачем это проще. Наташа, и за нас помилися, потому что, ну, в Библии написано, при благословии не миновать греха, мы тут зараз багато, дуже всього намолотили, и, что понимаем, что не понимаем, просто, это такие сегодняшние думки, и они, где-то могут быть и неправые, и так далее, то я каюсь, Боже, перед тобой за грехи свои. Какая-то православная чушь. Да, и помилися за нас. Бог, благослови нас, просто написано, ты не проклинаешь, но благословляешь, просто благослови всех нас, слушающих, смотрящих нас. Аминь. Просто вот, ты, Бог, благословляющий. Ты не двух крашев, а ты эфир, чем в одном. Я знаю. Капецок. Я знаю. Поэтому я в студию делаю. Один впадает, ну, Петре мой. Да, 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 да. Поэтому я делаю студию, я хочу, а ты знаешь, это жена, когда у тебя есть, это так хорошо, когда ты есть, тебя жена поддерживает. Когда жена далеко, такой журдом. Конечно. Ну, Боже, крепи руки наших, дай мудрости всем, Боже. И закончится эта дубильная война. Пусть они все уйдут, просто как сон, как туман, как дым развеется. Пусть их и память останется. Пусть они рассеются, все наши враги. Все, которые пришли сюда с мечом, просто они бегут семью дорогами. Пусть они вернутся и больше никогда не возвращаются. Во имя Иисуса Христа. Те кордонные, за которые договорились, и хай они відновлятся, и крапка, и хай больше никто никогда не пересовывает межу. Да. Аминь. Бог, положи черту как море, чтобы никто сюда со злом не приходил, чтобы всякий замышляющее зло сюда не приходило. Просто в них не было ни сил, ни возможностей, они просто не пускай. Бог, наши границы для добрых людей во имя Иисуса Христа. И пусть бегут отсюда коррупционеры, лжицы, всякий вот этот непотреб, который тут жрет Украину изнутри. Местные лжицы, коррупционеры. Христианом быть царственным священством Божьим. Там, где царственное священство, там, где Слово Божие звучит, там никогда немало места темрии. Там завжди просто светло стоит, и на светле никто не может свои темные справы прокручивать. на горячую сковородку не садятся голодные мухи. Аминь. Так что, все, будь, как я, будь здорова, будь здорова. Радостная, радости тебя, Натаха, Натаха, радости тебе, радости, силы тебя, вдохновение от Бога. Как-то так. все, больше ничего не смотрится. Так вот. Ты же получила, нет? Натаха, только нас смотрится, больше никто. Тебе разбегались. Такие, такие мелкие из христианин, которые увидели там. А то ика группа. Это во Христе. Просто во Христе? Куца? Да, Куца. А то сейчас, батяш, в России Facebook заборонены. Тут, тут все, ну, недели, может, там, где-то покажут, воюют, стреляют, тут тоже так, и все. А что люди молиться? Короче, молиться языками, языками. Потому что, обычным нашим умом, мы стільки помилок робим, мы стільки можем зла зробити, судити, можем проклясти, можем благословить, правдно-неправдно. Але Бог дам нам дух, дух, духом молиться. Ми не знаем о чем и как. А Бог знает, доверяем Богу, молимся на язык. Горали, рибищи, дарабахарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарар Что, кто-то пришел? А что меня знает? Пришел, дай, дай. Все, все, пришел. Дивите, спочатку наш эфир. Закончим. А что? Ну, как? Ну, как, вишаю все, хай, о! Молюсь Господь, благослови братов в Твоеме Иисуса Христа Аминуила, хай Господь будет для них силою та мудростью их устах, хай будет мудрость дякую Господь за те, что Ты с ними та в них силою Духа Святого Аминь. Аминь. Всем доброго дня! Чудес! Чудо-чудо-чекайте-чудо! Чекайте Божьей мылости! Упываем на Божью доброту! И благодать! Благодать! Аминь всем! Пока!